Российское подразделение марки Kia, которое также отвечает за страны СНГ, предложит клиентам из Узбекистана автомобили локальной сборки. В ноябре в свободной экономической зоне GZAC стартует производство кроссовера Seltos и седана K5. Вообще, согласно планам владельцев сборочной площадки, на заводе будет налажен выпуск автомобилей сразу нескольких иностранных брендов. Однако модели Kia будут играть важнейшую роль, став основой производственной программы. И это важное событие для наших соседей. В стране началась новая века автомобильной истории, ведь на узбекский рынок выходит сразу несколько глобальных автомобильных брендов, которые вдобавок планируют начать местную сборку своих моделей. За первый год планируется запустить производство автомобилей трех марок. При этом параллельно новым игрокам предстоит сформировать рынок производства и дистрибуции комплектующих, а также построить дилерские и логистические центры. Перенесемся еще дальше на восток, в Поднебесную. Там китайский гигант Baik некоторое время назад расширил обойму брендов новой маркой Baitzin, то есть Pekin. Поначалу гамму моделей сформировали из машин, которые до этого продавали со значками Sinova и BGEV. Но, по всей видимости, боссы концерна готовят нечто революционное. Во всяком случае, концепт Radiance, то есть сияние, заставил удивиться мастерству тамошних дизайнеров. В салоне и вовсе неожиданное нечто, напитанное национальными мотивами. Правда, никакой конкретики создатели сияния не дают. Обещаны только 800 километров пробега и автономность четвертого уровня. Так что эффектный шоукар имеет шансы навсегда остаться лишь ярким концептом, из которого вырастут более приземленные проекты. В электрическом будущем, где будут править такие машины, как Benzin Radiance, наверняка не найдется место решеткам радиатора. Так что огромные ноздри на передке четвертой серии BMW можно считать эпитафией для двигателя внутреннего сгорания. Еще одна своеобразная дань прошлому – мягкая крыша, которую BMW четвертой серии не имела никогда, а родственная тройка лишилась полтора десятилетия назад. Притом, по уверениям баварцев, ткань изолирует от тепла и шума даже лучше, чем металл. Проверить этот факт россияне смогут весной следующего года, когда стартуют продажи открытых четверок. Для российского рынка предложены только две версии – заднеприводная 420 и полноприводная 440. КВМ.